Я вам напомню, что главный, так сказать, религиозный сподвижник Петра, Феофан Прокопович, это человек из Киева, человек, получивший, кстати, европейское образование, и это не случайно, потому что именно православие вот тех западно-русских земель, оно было гораздо прогрессивнее и восприимчивее к реформам Петра, нежели классическое московское православие. Вот согласны ли вы с этим, и можете ли что-то сказать о, скажем так, прогрессивной роли, прогрессивных веяний, которые приходили с этих земель в московское государство? Ну, в целом я согласен с такой постановкой вопроса, надо подчеркнуть, что у нас, конечно, с образованием было сложно в московском государстве, прямо скажем, потому что у нас сохранилась чисто такая раннесредневековая традиция передачи знания от мастера к ученикам, ну, а в Европе уже существовали университеты, хотя они тоже, не надо думать, что они были современными, но тем не менее, и та же философия, она довольно далеко продвинулась вперед, потому что освоение аристотелевой логики там зашло очень далеко в Европе, и в плане формальных категорий мышления там все было лучше и прогрессивнее, и теология была значительно более развита, и, кстати, филология, которая в рамках теологии начала развиваться, когда начали анализировать различные переводы Библии, ну, и в конце концов дошли до протестантизма, когда, так сказать, возникла эта идея перевести Библию на национальный язык, это все европейские тенденции, и действительно в 17 веке настолько этот прилив сил вот этих вот образованных западно был силен в Москве, что Никоньянская реформа фактически была подгонкой православных обрядов под украинские стандарты для того, чтобы унифицировать православный канон, но унифицировать его, ну, был выбор политический, то ли его унифицировать по московскому образцу, тогда, значит, нужно свежеприсоединенную Украину, ломать и заставлять по-другому обряды совершать, решили, что это чревато отколом и потерей этих территорий, ну, значит, нужно было заставить всех остальных изменить свои обряды, чтобы было легче, и что и удалось сделать. Это было достаточно, ну, таким политическим выбором, конечно, но он показывает, насколько эти влияния западно-русских земель были сильными. С другой стороны, того же Ивана Федорова, после того, как он послал, сделал несколько изданий книг в Москве, его отправили на Запад, в западно-русские земли, издавать там православную литературу, чтобы укрепить влияние православия. Действительно, степень, так сказать, подкованности в области философии, в области логики, в области ведения дискуссий у духовенства православного западно-русских земель была неизмеримо выше, чем у московского, и они отличались своим образовательным уровнем действительно сильно. Но я бы здесь вот термин прогрессивный бы, может быть, не употреблял, потому что речь идет о такой специфической области человеческой мысли, но во всяком случае эти люди овладели гораздо более сложными, так сказать, техниками, практиками, и были, самое главное, были готовы на равных дискутировать с католиками и униатами, что было чрезвычайно важно. И поэтому, действительно, если мы посмотрим на русских иерархов второй половины 17-го, 18-го века, мы увидим, что больше половины их являются выходцами с Украины. И Киево-Могилянская академия была рассадником просто высокопоставленного духовенства в России, и только уже в Екатериненское время постепенно, ну, поскольку кадры подтянулись уже из великорусских земель, постепенно вот эта украинская струя ослабла. Ну, я подчеркну, что вот эта украинская струя, особенно в Петровские времена, она была важна именно потому, что она была готова воспринимать Петровские реформы. То есть это не надо представлять так, что это вот, значит, украинские выходцы, тут власть захватили. Нет, ни в коем случае, это все в любом случае, церковь в России почти всегда была инструментом государства. Ну, мне с трудом, ну, можно подумать, может быть, и можно сказать, указать на небольшие периоды, когда она не была инструментом государства, но в основном она была им. И поэтому о какой-то оппозиционности церковных властей по отношению к светским говорить не приходится. Ну, безусловно. Ну, безусловно.